Детский сад Заказчик объекта – департамент САТЭК мэрии Магадана. Строительство школы детского сада началось в июле 2019 года. В конце сентября этого года объект планируют закончить. Отопление 100% готово, полностью мы завели в тепло. Внутри у нас идет отделочная работа, практически на 90% мы сделали кладку газобетона, перегородки, полностью все это сделали. И на данный момент у нас активно идет фасад. Вот видите, мы уже его утеплили полностью, сделали. Сейчас осталось только его металлом закрыть и идет полным ходом кровля. Кровля корпусов практически закончена, отмечают специалисты. Доделать осталось только спортзал. В ближайшее время в этом корпусе должны закончить бетонные работы и продолжить кровлю. Окончательные работы в здании проведут по фасаду и кровле здания. На данный момент активно ведутся внутренние отделочные работы. Сейчас мы пригласили еще людей, значит, центральных городов России, те, которые будут делать кладку, то есть, вернее, не кладку, а будут делать кафель, значит, плитку, там около 1800 квадратных метров. Вот, полным ходом работа идет, от графиков не отступаем. В корпусе столовой бригада уже приступила к отделочным работам. Производится штукатурка, стяжка, грунтовка и побелка стен. Со следующей недели начнут укладывать плитку, работать с электрикой. Рабочих для проведения таких работ привезут после 20 апреля. Это связано с затяжными морозами в Магадане. Для проведения внутренних отделочных работ качественно, здание должно просохнуть и прогреться. С электроснабжением проблем у строителей нет. Объект новой школы детского сада планируют завершить в срок – в конце сентября этого года. На Соколе устанавливают новые контейнерные площадки. В декабре прошлого года сотрудники комбината зеленого хозяйства поставили первую. Такое указание дал мэр Магадана Юрий Гришан. По словам специалистов, площадка удобная по нескольким причинам. Очень удобная, потому что бетонное основание. Есть специальный отсек для крупногабаритов. И вы видите сами, что вокруг площадки, в принципе, чистота и порядок. Меньше и собаки тут лазают, и ветер не раздувает. Вот это, скажем так, наше первое. В 2021 году планируют установить еще одну площадку по улице Королева. В том месте, где строят новый многоквартирный дом. Главным поощрением органов местного самоуправления муниципального образования город Магадан является премия «Человек года». Данная награда предназначена для людей, добившихся высоких результатов в различных сферах деятельности. Премия присуждается по 18 номинациям политика, экономика и финансы, промышленность, сельское хозяйство, градостроительство, коммунальное хозяйство, предпринимательство, торговля и обслуживание населения, обеспечение правопорядка и обороны, здравоохранение, образование, наука, культура, спорт, искусство, а также литература, журналистика и общественная деятельность. Все документы, которые необходимы для представления к награждению, направляются в Управление по делам молодежи в связи с общественностью мэрии города Магадана по адресу улицы Горького, 16, кабинет 401 и 406 до 24 мая. Всех с удовольствием ждем. Для участия магаданцам необходимо представить ходатайство от предприятия или учреждения, в котором работает соискатель, а также выписка из протокола общего собрания по вопросу выдвижения кандидата с его характеристикой, содержащей подробное описание его достижений, значимость и эффективность результатов его деятельности, а также фотография в электронном виде. Дополнить перечень подаваемых документов можно рецензиями компетентных органов и лиц, а также документами и откликами в средствах массовой информации, подтверждающими достижения кандидата в случае наличия таковых. Вручение денежной премии состоится в День города на торжественном приеме в мэрии города. 17 апреля состоится финал конкурса «Студент года» для студентов колымских учебных заведений. Мероприятие пройдет в здании Муниципального центра культуры. На сцене сойдутся представители Северо-Восточного государственного университета, Магаданского лицея индустрии питания и сферы услуг, Магаданского политехнического техникума и горно-строительного колледжа. Восемь финалистов уже активно готовятся к проведению мероприятия при поддержке сотрудников управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии областного центра. Самое главное для всех участников – это не бояться проявить себя, не скрывать в себе свои переживания и эмоции. Все они видны на сцене, зрители их видят, жюри их видят и все будут рады поддержать наших конкурсантов на сцене. В связи с карантинными мерами финал конкурса, который обычно проходит в январе, в этом году был перенесен на март. Всероссийский конкурс идей новых достопримечательностей «Культурный след-2021» ждет новых участников. В рамках этого проекта любой человек может предложить идею арт-объекта в своем городе. Лучшие идеи реализуются профессиональными художниками и архитекторами. Цель проекта – развитие культурной среды и внутреннего туризма в городах и селах. Конкурс проходит ежегодно и мы призываем колымчан принять участие в этом конкурсе. Он совсем несложный. Принять участие может любой желающий, независимо от возраста, места жительства. И подать свою идею создания нового памятника либо арт-объекта, либо могут принять и профессиональные художники, которые могут заявить свой уже готовый проект, описать и, соответственно, приложить смету. Тогда им выделят деньги на создание данных арт-объектов. С 2018 по 2019 год в проекте поучаствовали жители 74 регионов. Агентство по туризму Магаданской области приглашает горожан попробовать свои силы в конкурсе «Культурный след-2021». Заявки идей новых достопримечательностей и арт-объектов принимаются до 20 марта 2021 года на сайте конкурса kultsled.ru. Кавер на какую песню вы слышите? Из какого фильма диалог? В каком сериале снималась эта актриса? В одном из ресторанов Магадана провели развлекательно-интеллектуальную игру «Квиз-плиз». Тема – кино и музыка, романтика. Посвятили соревнования Международному женскому дню. «Квиз-плиз» в областном центре Колымы проводят уже четвертый год. За всю историю в интеллектуальных состязаниях участвовали около тысячи команд. Игры проводили несколько раз в неделю, однако коронавирус внес свои коррективы. Долгое время участники не могли собраться лично, а только в онлайн-формате. А когда ограничительные меры начали постепенно снимать, игроки смогли встретиться вживую и хорошо провести время. Мы очень были рады выйти в офлайн, потому что онлайн – это, конечно, хорошо, но все равно люди привыкли собираться в наших барах и ресторанах города Магадана. И с пользой веселой и интересной проводить время, отвечая на вопросы, встречаясь со своими друзьями, семьями. Также многие игроки, которые уже со своими детьми, мы уже всех знаем почти в лицо, со всеми знакомы. И, конечно, очень рады, что наконец-то мы можем видеться с людьми вживую, а не через экран. В «Квиз-плиз» могут играть команды от двух до девяти человек. Вопросы готовят 20 авторов и несколько редакторов. В игре семь раундов, обычно на разные темы. Однако в этот день вопросы касались кино, сериалов и музыки. Всего состязалось 23 команды. Игроки пришли с разными целями. Кто-то хотел просто хорошо провести время, кто-то проверить свои знания, а кто-то только за победой. Тем не менее, магаданцам соревнование понравилось. Диапазон, спектр сложностей весьма и весьма варьирует. Есть совершенно простые вопросы, есть категорично сложные вопросы. Все, а как игра? Хорошая игра. Приятный досуг. Невероятно. Это лучшее, что случалось со мной за мои 23 года. Сколько сложных вопросов вам показались? Это «Изиан», друзья. «Изиан» все кроме романтических фильмов, потому что это вообще не моя война. Мы на все ответили, нам очень нравится. За призовые места шла напряженная борьба. Предпоследними стали гильдия оленей – 35 баллов. Тринадцатыми – призраки интеллекта – 55 баллов. Бронза досталась команде «Кокаинум» – 61 балл. Серебро забрали «Друзья-друзья» – 64 балла. А первое место получила команда «Что, где, пока», которая набрала 67 баллов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова